Всем привет! Сегодня я покажу и расскажу вам, как можно сделать вот такую брошь из бисера в виде новогодней нарядной ёлочки. Если вам интересно, продолжайте смотреть мой мастер-класс. Сначала сделаем шаблон. На бумаге нарисуем ёлку и вырежем её. Елку вырезали и теперь переводим контур ёлки на зелёный жёсткий фетр. И теперь вышиваем контур ёлочки кометелью. Нам понадобится вот такая жёсткая кометель золотистого цвета. И перед тем, как её пришить, слегка растянем кометель. Аккуратно растягиваем. Получается вот такая растянутая кометель. Иглу выводим на лицевую сторону фетра в 3 мм от начала вышивания. Кометель прикладываем к рисунку и делаем стежок. Идём в начало конетели. Делаем стежки и закрепляем конетель. И далее конетели пришиваем по контуру, делаем стежки через каждые 3-5 мм. Идём в лёд. И когда дошли до контура, где он изгибается, будем сгибать кантель. Возьмем пинцет и сгибаем. Придаем форму по рисунку. Сгибаем аккуратно. И пришиваем. В углах и загибах делаем несколько стежков. Через каждое звено. Сгибаем аккуратно. И далее продолжаем пришивать кантель. Дошли до другого изгиба. Теперь снова изгибаем. И пришиваем. И пришиваем. Продолжение следует... 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 Теперь набираем 1 биконус, 1 бисеринку и 1 бисеринку. И пришиваем их в другой угол. И так вышиваем всю звездочку. Опять иглой проходим в середину, набираем биконус, бисеринку. И пришиваем в угол. Звездочка готова. Теперь будем вышивать саму елочку. Заполняем все пространство елочки бисером номер 10. У меня такой бисер зеленый с квадратным отверстием. Набираем бисеринку одну и пришиваем. Пришиваем по одной бисеринке. Вышиваем в произвольном порядке. Набираем бисеринку и пришиваем. И таким образом вышиваем всю елочку. Таким образом вышиваем всю елочку. Затем вышиваем ножку у елочки. Я взяла вот такой бисер золотистой серединкой. Просто вышиваем в хаотичном порядке. Сама елочка готова. И теперь будем украшать елочку. Украшать будем вот такими разноцветными пайетками различной формы и разноцветным бисером. То есть под каждую пайетку подбираем бисеринку такого же цвета. Пайетки и бисеринки я выбрала. И теперь просто их пришиваем. Набираем пайетку и бисеринку. И теперь иглой проходим назад в пайетку. Набираем другую пайетку. Бисеринку и тоже пришиваем. Иглой проходим назад в пайетку. И таким образом пришиваем все пайетки и бисеринки. Бисеринку и бисеринку. Бисеринку и бисеринку. Поэтки пришили и теперь аккуратно вырезаем елочку. Вырезанную елочку обведем на картоне. Затем рисуем внутренний контур на 2 мм меньше. Внутренний контур вырезаем. Теперь картон приклеим на фетр на елку. Намажем клей. И приклеиваем. Затем елку обведем на коже с изнаночной стороны. Вырезаем елку из кожи. Крепим застежку. На коже сделали отверстие и вставляем булавку в отверстие. Булавку вставили. Клеим кожу на елочку. Намажем клей. Затем кожу подровняем. Делаем почти вровень с фетром. Кожу подровняли и осталось только обшить край бисером. Обшивать будем американским способом. Я взяла бисер номер 10. Набираем одну бисеринку. Иглой проходим через фетр и кожу. Нитку стягиваем не сильно. Иголкой проходим снизу вверх через бисеринку. И теперь нитку стягиваем до конца. Набираем вторую бисеринку. Набираем вторую бисеринку. Снова проходим через фетр и кожу иголкой. Стягиваем не сильно. Иголкой проходим снизу вверх через бисеринку. Леску стянем. Набираем третью бисеринку. Иглой проходим через третью бисеринку. Леску стянем. И таким образом обшиваем весь край. Ну вот, елочка и готова. Надеюсь, мой мастер-класс вам понравился. Тогда ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok